Путин. Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане. В Таджикистане показывают фильм о Рахмоне. Подробности тюремного бунта в Худжанде. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане. Об этом он сообщил 20 декабря в ходе большой пресс-конференции. В ходе дискуссии мы не против урегулирования. Мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только и исключительно путем договоренности между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане. Ну а до этого мы вынуждены укреплять нашу военную базу в Таджикистане. Безапелляционно заявил Путин. Мы относимся к Таджикистану как к своему очень близкому партнеру и союзнику, не просто это стратегические отношения, это союзнические отношения. Мы это высоко ценим и намерены так и дальше работать именно в таком. Эксперты отмечают, что такие неоколониальные элементы российского контроля над Таджикистаном, как сохранение военной базы в течение стольких лет, обеспечиваются в первую очередь под предлогом наличия мнимой угрозы со стороны Афганистана. В городе Душанбе, в городе Куляб, в городе Курган-Тюбе, где дислоцируется военная база. Напомним, что в 2015 году 201-я российская военная база была передислоцирована, в результате чего 149-й гвардейский мотострелковый полк оказался не рядом с Афганистаном, а рядом с Душанбе, столицей Таджикистана. Кроме того, идет тесное сотрудничество с Федеральной службой безопасности. Здесь у нас находится также представительство погранкомитета Российской Федерации Республики Таджикистан. В Таджикистане продолжается промывка мозгов подрастающего поколения. Так, по всей стране 19 декабря был показан документальный фильм о Рахмоне под названием «Марди-Рох». Инициаторами показа выступили Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана и государственный телеканал ТВ «Сафина». Коллективный просмотр фильма запланирован во всех городах и районах страны с привлечением интеллигенции студентов и школьников. Часть посетителей данного мероприятия даже не знали, что пришли смотреть фильм о Рахмоне. Многие зрители поневоле в беседе с журналистами сообщили, что их отправили из университета на просмотр какого-то фильма. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» доктор юридических наук Шокер Джон Хакимов заявил, что авторитарные режимы, тоталитарные системы, используя различные элементы промывания мозгов, стараются заниматься культом личности и обожествованием руководства страны. Напомним, что пропаганда культа личности Рахмона является сегодня значимой частью внутренней политики режима. И потому книги о Рахмоне, длинные регалии и пышные встречи и постоянные оды со стороны чиновников стали обыденностью в Таджикистане и больше никого не удивляют. Чиновники сообщили таджикским СМИ некоторые подробности бунта в колонии номер 3, дроп 3 в Худжанде, который произошел 8 ноября текущего года. Азия Плюс сообщается ссылкой на неназванный источник из прокуратуры области, что якобы заключенные сознательно пошли на резню. Перед бунтом они прочитали сами по себе Джаназу, а после объявили джихад против сотрудников колонии, говорит источник. То есть они прекрасно знали, что идут на смерть. Наблюдатели, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщают, что истинной причиной произошедшей в колонии трагедии является лишь жестокое отношение к заключенным со стороны сотрудников. Напомним, что в начале ноября в колонии 3, дроп 3 города Худжанда произошла массовая резня со стороны сотрудников силовых структур. В результате жертвами произошедшего стали более 50 человек. Однако, несмотря на масштаб трагедии, инцидент не привлек серьезного внимания мировых и региональных СМИ, не стал причиной каких-то заявлений и комментариев со стороны политических сил. Как считают аналитики, этого удалось добиться посредством объявления всех бунтовщиков, джихадистами и последователями ИГИЛ, а вовсе не жертвами тюремного произвола, которые были вынуждены пойти на крайние меры для защиты своих прав и человеческого достоинства. Редактор субтитров А.Семкин